Дё, парни, поговорим сегодня о вариаторе. На столе у меня, короче, бирпишный варик от Литра XMR. Вопрос, нужно ли чистить и обслуживать вариатор. Решайте вам, парни. Трэш, короче, там внутри. Его, конечно, в идеале выдувать нужно. Особо и сильно без фанатизма. Я варик буду помою. Сделал всё красиво по феншую. У многих возникает вопрос, особенно у новичков, что за хрень происходит типа с вариком. Передача трогается, ребята. Это вот это замечательный звук, который возбуждает каждого владельца бирпи. Но заодно на самом деле я снял, поинспектирую, посмотреть корона. Назначе на хорошем состоянии. То есть она походит ещё достаточно долго. Ну, потому что я очень аккуратный ездок, назовём так. Я газ в палас не жму. Вот. Если бы я жал газ в палас, то у меня вот эта вся честь была бы разъёбана. Ну, ладно. Как бы суть. Видите, тоже пылище, говнище. Это всё, в принципе... Ребят, можно не обслужить. Это моё чистое... Ой-ёй. Поебенечка. А, это... Втулочка такая. Это моё, короче, желание всё это дело помыть, обслужить, чтобы было чистенько и пиздатенько, парни. Так-с. Ну, собственно говоря, эту хрень в помойку. Ладно, помойку потом отправим его. Так, что у нас с этим замечательным вариком... Ой, не забываем его, кстати, помечать, ребята. Это самый важный момент. Помечайте, вариаторы. Они все балансируются на фабрике. Вот. Здесь, на самом деле, тоже они балансируются. Завод уже изначально сделал, видите, помяточки зелёненькие. Оп-оп. Ну, я специально соберу, не пофуншую. Так, ладно, погнали дальше. Что тут это? Заодно проверяем, в каком состоянии у нас вот эти элементики. Мы их проверяем для того, чтобы понять, какой у нас износик. А у нас, бля, износика вообще почти нету, блядь. Нихуешечки себе. Разбираем, смотрим с лидерочки. Слайдерочки. Ну, там их ещё ходить и ходить. Я, на самом деле, вот эти слайдеры менялся на новенькие поставил их. Поэтому тут они вообще-таки по кайфику. Ролики все такие прям. Вай-вай-вай. Ещё гладенькие. То есть нет вот этих ромбиков. Ну, когда вот даже сточено, это значит, ролики надо менять. Ну, эту хрень можно не смотреть. Она, в принципе, такая. Я пока так соберу, потому что я всё это дело буду мыть, мыть, мыть. Ну, и вон, нахер, короче. Ну, чё-чё-чё-чё-чё. Здесь тоже всё норм. Рутакс. Здесь особо тоже нечего смотреть. Я смазку сюда набивал. Ну, по сути, вот, собственно, вся инспектирование. Ещё один прикольный момент. О, оделся братанчик. Смотрите, короче, суть в том, когда она у вас глянца, вот эта хрень, соответственно, ремень будет, тоже может проскальзывать. Парни, не ленимся. Парни, не ленимся. Берём скотч-брайт. Он выглядит вот так. Короче, не, на самом деле, и делаем такие классные движения. Вау. Ваша девушка бы просто была довольна. Если бы вы этой шкурочке терли в том самом месте. Ну, короче, парни, делаю, на самом деле, матовую часть. А на это нужно и вещь. Смех смехом. Это для того, чтобы она была шаршавенькая. Когда она шаршавенькая, ремешок лучше цепляется в зацепление хорошее. Происходит. На самом деле, вот по этим кольцевым трубам можно понять стадии работы. Ну, понятно, холостое. Ну, и всякое остальное барахло. Вот такой кайфушу сделали, короче. Всё. Смотри, сколько трешака, короче, от ремня. Та-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря. Только по кругу не трите. Девушка, мне очень нравится. Вот. И он вас, короче, шаршавеньким таким ставит. Только шкурка не трите, ребята. А эта шкурка, это пиздец. Я пробовал, не помогает. Я про девушек имею в виду. Короче, вот это всё дело, когда мы натерли, всё сделали красивенькое. Ну, на это потом ставим, всё это обратно собираем и радуемся. Ба-ба! Ребят, пользуйтесь на здоровье.